ребята всем привет евгений дима шеф-повар кирилл наш видеограф сегодня мы тестируем новый формат презентации блюд которые мы готовим на базе нашего замечательного цеха собственно мы прямо вот здесь сейчас находимся встретились димой встретились с кириллом хотим записать небольшие видеоролики посвященная тем продуктам которые мы производим каким-то и особенностям идеям составу принципе задача которую мы сегодня преследуем это попробовать емко быстро кратко изложить основную суть того какую идею какую задачу мы решаем данными продуктами послушать мысли димы что он вкладывает этот продукт послушать мысли мои мои как простого потребителя потому что я на продукты смотрю стараюсь смотреть как 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 просто как гость до который по итогу будет это потреблять дима смотрит на них с более технической технологической точки зрения и соответственно я думаю что вот вместе мы сможем прийти какому-то итоговому такому информационному блоку который будет исчерпывающий и полностью будет закрывать любые вопросы которые могут у вас возникать с данными продуктами и так приступим сегодня у нас два новых продукта это хумусы с копченой макрелью и с копченой форелью и это роль мопс с макрелью маринованный в уксусе митсукан маринованный лук на самом деле лучше даже вот возможно вот здесь чтобы и дима рассказал что у меня тут уже начинает немножко заплетаться язык дима что сегодня за продукты что ты что-то уже тут изготовил ну смотрите мы сегодня дегустируем с вами хумусы двух видов это классический хумус добавлением копченой макрели либо с добавлением копченой форели собственно собственного копчения собственно говоря и такое немецкое блюдо с небольшим не знаю взятым технологии из других стран в том числе это роль мопс роль мопс немецкое блюдо изготовлены из маринованной макрели с добавлением маринованного лука ну и как гарнир мы там предлагаем корнишоны как изюминка к этому блюду хорошо отлично пока что необходимо пробовать и я думаю да ну тут понятно то что есть баночная позиция которая будет входить состав категории нашей гастрономии и позиция 2 такая достаточно особенная кстати говоря непосредственно название роль мопс она не то чтобы там придумано димы или мной или кирилл действительно если даже в этом загуглить роль мопс есть такое блюдо которое берет свои корни из берлина классически это это маринованная в уксусе сельдь с добавлением лука корнишонов либо каких-то других огурцов и представлено в виде вот такого ролла хорошо дима с чего начнем с как какое блюдо ты хочешь ну самое интересное что самое интересное что это и то блюдо но может употребляться и как закуска и как основное блюдо что если мы говорим про хумус это ближний восток то они в том числе и взят и на завтрак обед на ужин если мы говорим про роль мопсы это точно также могут есть немцы и на завтрак и на обед и на ужин поэтому по желанию ну я предполагаю на тогда давайте раз ты начал с хумуса давайте будем говорить про хумус у меня по поводу хумуса есть пару вопросов дима скажи пожалуйста хумус это вообще в целом ну насколько понимаю это откуда-то израиль то есть что это да это все верно ближний восток на самом деле история вообще непонятная там первое напоминание датируется каким-то 13 веком есть вообще такое понятие как война хумуса израиль ливан они в этом начиная с двухтысячных годов пытаются определить чей исконно исторический этот продукт то есть они борются за за право называть себя находит все до того что они готовят там по 10 тонн этого хумуса чтобы доказать якобы этим способом не смогут доказать что это именно их продукт но в целом хумус что такое хумус на самом деле очень все просто это нут ну бабу это что это какое-то растение это да это растение это просто паста изнута с добавлением сока лимона паприки ну различные разы ты извини что перебил пожалуйста я извиняюсь ты получается закупаешь пасту и дальше добавляешь что нет никаким образом мы закупаем не пасту мы закупаем ну понятно мы покупаем сам нут полностью производим полный цикл производства то есть это варка нута и перекручиваем это в термо микси до однородной массы ну и соответственно просто добавляем сверху нашу копченую продукцию хорошо бы меня такой есть вопрос почему в наш хумус мы добавляем именно вот эту копченую продукцию то есть можно же было бы я не знаю там ощущение что хумус могут быть там не знаю и с креветками с гибишками может быть да вот почему ты вот увидишь хумус именно с нашими копченостями ну а смотрите здесь вопрос текстур вопрос текстур вопрос проработок то есть это понятно что мы не взяли это все из головы иначе решили что будет только так 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 и другие варианты не пробовали безусловно мы пробовали делать и с креветкой и с с угрем с копченым и поняли что вот это сочетание самое такое хорошее потому что сам хумус мы его сделали не очень акцентированным вкусом то есть там нету не зиры нету не сильно много сока лимона чтобы не в этой кислоты а именно копченая продукция вот горячего копчения она придает тоже достаточно мягкую текстуру придает небольшой дымок и очень неплохо сочетается очень хорошо сочетается вот с этой базовым с базовым хумусом я слышал сказал зира что еще такого но дерута вообще добавляем здесь такой наверное один из самых специфических продуктов которые добавляем зиру мы не добавляем в целом хумус обязательно добавлять мы уже говорим о том что это многие страны считают своим историческим продуктом и каждый ну на самом деле рецептур очень много поэтому кто-то добавляет кто-то не добавляет и тогда и тому подобное это наша интерпретация и в данном случае мы не добавляем потому что там зира не всегда хорошо сочетается и мы поняли что конкретно с этими с горячей с рыбы горячего копчения не очень хорошее сочетание идет зиры что еще есть такого вот вот нут там возможно добавление зира не зира там и так далее что еще есть в хумусе такого что делает хумус хумусом на самом деле достаточно понятный нам всем продукт из-за исключения возможно тахини паста ну тоже что такое очень простой продукт это просто обжаренные семена кунжута белого и перебитые в пасту то есть по сути кунжут обжаренный перебиты в пасту называется тахини тахини паста да все очень просто ну отлично появилось новое слово словаре договорится я слышал что хумус добавляется какой-то хондаши что это да смотри же мы на самом деле в силу того что рыбная компания да и вот хотим найти какие-то балансы вкуса начинаю играемся с ними находим их и вот такое знаешь связующее звено между рыбой и каким-то базовым хумусом мы добавляем рыбный бульон это такой гранулированный рыбный бульон с акцентированным вкусом рыбы вот-вот да тогда давайте подытожим то есть у нас хумус что входит состав это нут это паста тахини это соус рыбный я думаю что ты есть мы пользуемся и хондаши и рыбный соус жидкие я бы ферменте здесь есть и то и то вот и в целом из каких-то крупных таких составных частей это все да и дальше уже идет рыба на первую рыбу хорошо смажем его я поняла непонятно то есть достаточно простой понятный рецепт как есть да без консервации мы какой-то что ничего не делаем как я думаю все прекрасно понимаете за то что мы производим все без консервации поэтому у нас мы производим еженее каждую неделю продукцию и отгружаем на точке передаем на точке поэтому мы не в одном продукте нашим не используем консервацию я так понимаю что нюанс в том что есть все-таки в составе есть какие-то моменты скажем так то это скорее они могут сходить состав тех они где-то которые ты с вами нам что я понял то есть такое исключение но с этим мы уже ничего сделать не можем так хорошо отлично мы поговорили про хумус ну давайте может быть и вот это попробуем как вообще вот я как-то простой обыватель у меня хумус ассоциируется завтраками вот мне хочется чтобы в холодильнике стояла такая баночка я там условно говоря утром мог бы там себе пожарить яйцо допустим у меня есть какой-то хороший хлеб который там я люблю всех этом разный может быть хлеб у меня есть банка хумуса я себе представляю так я беру жарю яйцо я беру хлеб я намазываю на этот хлеб хумус допустим я даже примерно покажу как бы я это делал я бы взял бы кстати вопрос вот тут сейчас вот мы имеем мы имеем такую вот рыбу она не еще не не разобрана на волокна да то есть я вот допустим вот еще пока не понимаю как лучше сделать лучше я допустим взмешать всю полностью чтобы она вообще она в одну текстуру должна превратиться по задумке или есть именно вот так то есть прямо чтобы рыба оставалась на самом деле не самый принципиальный момент она в любом случае разломана на него на волокна достаточно большие это уже от самого потребителя самого гостя зависит как он хотел бы это кушать то есть он видит продукт безусловно я предлагаю наверное все не смешивать а взять ложку зачеркнуть с краю чтобы на ней было и рыба и хумус и положить на на тост на хлеб хорошо так ну давайте попробуем я использовал очень правильно кстати ты говоришь о том что в твоем понимании там необходимо есть утром абсолютно точно это такой продукт подходящий к завтраку он содержит много белков клетчатки то есть то что необходимо организму чтобы зарядиться на день но это можно назвать там не за жирным продуктом не полезным или можно сказать что в целом есть это там придерживаешься кота здорового образа жизни то хумуса определено точно я бы сказал что это продукт для здорового питания то есть жиров помимо тех жиров которые есть в рыбе там особые нету мы добавляем конечно масло extra virgin но это раститель так я тогда наверное сделаю нам два таких небольших бутерброда что мы с тобой попробовали и оценили его уже максимально как интересно даже сколько бы вообще получилось бы таких скажем так брускет да если бы мы полностью баночка наша стандартная туда в сколько грамм 210 грамм получается на выходе если мы говорим про хумус это 160 грамм и 40 грамм рыбы и 10 грамм оливкового масла я бы где-то вот такой слой делал то есть примерно чтобы не надо хумус хлебом а не хлеб и почувствуешь чтобы такая небольшая терпкость нута была тахини паста достаточно терпко дымок копчение вообще запах очень приятный я чувствую запах нута сто процентов и такой нежный оттенок копченость то есть вот нету каких-то таких других точек резких приправ там ничего такого да ну что кирилл я думаю нужно салфеточки это очень вкусно мне прям больше заходит на панике это просто масла в дом и постоянно не верится что это еще и полезно безусловно и так бывает принципе можно видео заканчивать мы продолжим покушаем и к вам вернемся блин это просто восхитительно честно мне очень нравится наркотик что еще хочу сказать ну во первых это очень вкусный но как бы у всех свой вкус цвет и понятного лично у меня честно это на сегодняшний момент проводит зима вот честно и мне вот хочу сказать что мне вот концептуально нравится что это не просто тупо хумус который мог может быть там их может быть миллиард вариант это хумус уже с рыбой то есть он концептуально хорошо подходит под то что мы делаем то есть он он отлично будет смотреться на витрине и он не возникли не вызывает вопросов почему грубо говоря компания которая занимается рыбой вдруг там начинает продавать хумус а завтра мы начнем продавать не знаю там тевтели макароны там или еще что то то есть здесь до рыбы здесь меньше да чем основного продукта но в целом это играет вместе просто восхитительно и ребят вы когда будете пробовать вы просто вот именно и проникнетесь идеи того что этот хумус я его мне кажется что это как знаете в макдональдсе есть чизбургер то мне кажется джо дори вот будет хумус я думаю что он должен прямо закорениться и быть просто маст хэп мы его я думаю что ну я не знаю что мы должны какое-то новое блюдо придумать я имею ввиду как аналог хумуса чтобы мы даже его поменяли этот продукт его в первую очередь проще всего спозиционировать как продукт который вот всегда может быть в холодильнике и он офигенно подходит для завтрака то есть и с яйцом и без яйца и просто на хлеб я уверен что это будет сочетаться с авокадо а я уверен потому что я это пробовал я знаю что просто супер с яйцом со скрэмбл с жареным яйцом не знаю с любым яйцом то есть ну на завтрак прям супер но и не только на завтра то есть на завтрак это с яйцом прям очень классно на обед и на ужин это просто самостоятельно закуска в стол которая просто его дополнительно украшает и в целом же не говоришь о том что помимо завтрака обеда и ужина ты эти хумусы и я в том числе доедали по ночам и просто да ну в принципе да это его опасность этого хумуса потому что если он сидит в холодильнике он обычно долго не задерживается то есть мне дима сколько хумуса не передавал у меня он обычно максимум там два дня задерживается то есть ну одна ночь ты максимально одна ночь для него есть потому что съедается он мгновенно вот хорошо ну что тогда в принципе с хумусом отлично все да мы его откладываем в сторону так ну что еще один продукт сегодня дима это руль мопсы что это такое мопсы что образом мопс роль мопс почему мопс нет здесь есть место чего расскажи а потом начнем хорошо но типа я понял на самом деле ладно давайте будем на чистоту говорить роль мопсы это больше я хочу вот их чтобы мы это назвали роль мопсы зачем уже и с димой пытаться доставать ту информацию которые не его информация в целом давайте так это что это давай начнем не с руль мопс вообще что это такое дима это это маридан это наша макрель так это наша макрель а я на самом деле могу рассказать это не самый простой продукт хочу сказать это не просто замаринованные в уксусе макрель здесь есть свои нюансы и я их расскажу мы разделываем макрель на филе я тогда разберу этот мопс чтобы вообще понимать как это мы разделываем макрель на филе и начинается несколько технологических процессов которые в конечном счете повлияют на ее вкус первое действие мы просыпаем все филе солью это способствует выделению лишней влаги которая содержит такой как вы знаете неприятный вкус горько желе такую горечь да это буквально происходит засолка три-четыре минуты потом мы промываем водой это все потом берем просто уксус окунаем на минуту обычный яблочный уксус которого в магазине продаются запорогли мы не берем обычный яблочный уксус мы берем наш уксус рисовый уксус японский рисовый уксус окунаем все филе на минуту где-то и мы это называем обжечь аж парить для чего это надо во первых немножко запечатается со стороны филе у меня вопрос извини вот она такой немножко вот по цвету если если сравнить вот это филе да я вы давайте чуть-чуть вилкой воспользуюсь и нажал на если очистить допустим ее от вот этого вот лука то тут видно что она такая вот немного цвет у него такой вот действительно обожженный да то есть не как вот если разделать макрель на филе то цвет другой то есть совершенно да здесь надо как будто бы белок свернулся все верно но уксус как раз способствует сворачиваем белка так в уксус мы опускаем для того чтобы она во-первых запечатывалась чтобы внутри сохранилась нежная текстура и последующая мариновка не сильно проникала не обжигала внутреннюю часть филе плюс это погружение в уксус способствует тому что она в том числе помимо соли еще выделяет лишний жир который не нужен этой рыбе и вот с этим жиром точно также выделяется невкусный вот горечь которая нам не всегда приятна макреле после уксуса мы ее промываем водой и погружаем на 12-14 часов в маринад он тоже состоит из уксуса сахара сока лимона и листьев комбо они придают такой ну лишь лохом бы это вообще откуда это водоросли из ламинариевых то есть вот они придают сейчас плохо будет сказано листья листья комбо что что за водоросли комбо но это вообще ламинариевые они дают ну свой какой-то небольшой аромат это какая-то приправа я правильно грубо говоря ну я понял нам не нужно там уже прям такие подробности и вот когда это филе разрежется когда она будет употребляться вы заметите что она сверху будет такое обожженное внутри сохранится нежное вот как будто бы сыроватое но это промаринованное филе можно просто даже разрезать посмотреть что оно если будет я еще кстати хочу обратить внимание что у нас на производстве мы называем это чулком это кожица макрели мы снимаем не при разделке макрели а мы ее снимаем после того как обожгли уксусом она тогда слегка скукоживается и снимается очень хорошо и сохраняет весь рисунок макрели то есть если вы обратите очень красивые филе получаются хорошо много как будто приготовлены вообще она прям реально да хорошо окей ну тогда супер тогда дима рассказал про макрель как есть как она тогда если вот не заворачивать допустим его в ролл то как тогда можно было бы вообще назвать эту макрель вообще все макрель маринованная в уксусе или ну мы не знаю у нас на производстве называемые макрель митсукан потому что мы используем рисовый уксус митсукан да такое понятное для нас сырье как рисовый уксус ну соответственно очень звучно по итогу получается название макрель митсукан ну да да классно согласен хорошо тогда давайте это следующий обсудим момент это будем так говорить есть макрель митсукан это макрель которая маринованная по особой технологии это технология насколько понимаю это какая-то японская сих туда мы немножко мы взяли эту технологию у японцев ну правильно это хорошо я думаю что японцы умеют с рыбой работать ну вообще эта технология знаете такая комбинация называется много 7 семафоре они вообще японцы берут обжигают кипятком макрель вот именно для этой цели чтобы выдело с лишняя горечь жиром и потом пробовать проточной водой но в конечном счете мы используем не кипяток а используем рисовый уксус принцип тот же самый так хорошо мне понятно если целом вот у нас есть продукт да там макрель митсукан то есть принципе макрель митсукан это насколько я себе это представляю это макрель это макрель филе который уже полностью готова к абсолютно точно к употреблению да так я тогда я тогда бы прямо сейчас бы уже попробовал бы эту макрель чтобы тоже понять дима давай тебе тоже кусочек давай вот так вот может быть вот так вот раз допустим да так лука я думаю что можно но как вы поняли лук здесь не не зря лежит я хочу обратить внимание что сверху ты чувствуешь такое оле подпеченое филе а потом начинаешь жевать и чувствуешь нежность макреля но горечи вообще нету горечи нету я бы сказал вкус такой ну рыбный да какой-то вот уходящий в сладость больше да не в горечь точно не в соль а вот именно больше в сладость мне вот первая такая нотка и вот этот вот уксусная мариновка вот она очень идет на самом деле макрель да она абсолютно не резкая сладость это такое хорошее сочетание но я понимаю что здесь немножко не хватает текстуры да то есть она вот эта нежность и хотелось бы что-то хрустящее поэтому мы берем лук шалот и маринуем его в том же в маринаде чтобы было хорошее сочетание и он придает хруст ну и как какой-то комплимент мы предполагаем что очень хорошее сочетание будет с огурцом хорошо тогда у меня такой вопрос есть как я уже сказал самому началу поводу вот этого роль мопса то в целом это не выдум не выдумка там димы или моя а если погуглить то такое блюдо действительно есть она берет свои корни из германии из берлина классический готовится с сельдию маринованный буксусе с добавлением лука и огурцов корнишонов либо там других огурцов и в целом я думаю что вариаций может быть много как и с тем же хумусом и либо с другим любым блюдом мы же говорим о том что у нас роль мопс с макрелью роль мопс макрелью любовь роль мопса с макрелью мицукан то есть можем там уже какие-то вариации продумывать по названию но возникает один вопрос как это есть нет то есть мы принципе можем говорить что прямо вот так то есть если потребителя возникает вопрос как это есть то есть так как есть то есть и не палец нужно есть так как тебе хочется я я всегда сторонник того что если видишь бургер и ты хочешь его разрезать с ножом и взять половинку съесть аккуратно либо этого хочешь взять прямо насладиться им. Та же история с пиццами. Кто-то ест ножом, вилкой. Я не сторонник того, чтобы учить людей, как это есть. Мы можем только предложить. Я к тому, что это можно есть и так взахлеб, брать прямо на шпажку и прямо кусать, как ролл, полноценный ролл. Можно я тебе покажу, как бы я это еду? Я бы взял огурец. Причем я бы взял, можно корнишона, можно и побольше огурец взять. А можно такой соленый, бочковой, например. Мне так кажется. Я бы взял вот этот вот ролл мопс. Мне кажется, что это... Даже не надевая перчатки. Да, прям мне кажется, что вот если там хороший день, такой есть неделя-пятница, когда мы можем там повстречаться с друзьями, там пятое-десятое. И вот утром я подхожу к холодильнику, открываю его, достаю вот его прямо так. То есть вроде ничего не падает. Все хорошо. Беру огурец вот этот вот и пробую, да? Это определенно точно поможет тебе. Ожить. Это отлично. Чувствуется текстура, сладость и кислинка от уксуса. Это круто. Я свое позволение тоже. Если честно, что у меня просто все соединилось. Вот я бы, ну не знаю, я бы прям так и ел бы. Абсолютно. Все, Кирилл, заканчивая съемку, мы будем кушать. Я как раз не пойду сегодня на обед. С огурцами хорошо. Огурец как раз вот дается, снимает послевкусие как бы. Потом и снова, ну вот оно, знаешь, как имбирь работает, мне кажется. Да, туда-сюда. Очень хорошо. Ну хочу вот поделиться, да. Я только что прям съел целую филешку вот эту, да. С луком, с двумя огурцами. Съел ее полностью со шпажки. У меня не возникло ничего, не упало, ну вообще ничего. Не было никаких вопросов. То есть, и у меня нет вот этого, мне кажется, если бы я съел селедки, вот сейчас, да, я бы так подсолился. Конкретно, да. Прямо горечь, соленая горечь бы осталась. Ну, у меня бы осталось, да. Ну, у меня сейчас осталось, ну, послевкусие есть, понятно, там, рыбный какой-то, там, огурец, да. Но, в целом, там, водички попить и все, и пошел дальше. То есть, нету такого вот, какой-то излишней навязчивости, да, у этого продукта. Ну, там, не знаю, как у некоторых продуктов такое есть. И, в принципе, легко так зашло. То есть, супер. Хорошо. Так, итого. Тогда подытожим, да. Значит, два продукта. Поговорили, посмотрели, попробовали. Мне кажется, вдохновились, перекусили. Время провели отлично. Мне кажется, что, когда ты пробуешь продукт с каким-то уже бэкграундом, то уже формируется какое-то отношение к этому продукту определенное, да. Либо, когда ты пробуешь просто вот какой-то ноунейм, то и бывает сформировать это мнение, оно может быть сформировано по-другому. Ну, на самом деле, я уверен в том, что вкусы у людей разные. Кому-то, допустим, я думаю, что хумус большинству, например, понравится. Но макрыми цукан – это блюдо очень специфическое, я бы сказал, что особенное. И, конечно, оно не факт, что всем понравится. Но здесь вопрос в том, чтобы мы закладывали в каждое блюдо и в каждый продукт, закладывали какую-то идею и философию и стремились к тому, чтобы эту идею, философию доносить для наших гостей. И обязательно, я уверен, я верю в то, что найдутся те люди, которые будут любить роль мопси с макрелью и цуканом. Кто-то будет любить хумус с копченой макрелью, а кто-то с форелью. А кто-то не будет все это любить и будет любить селезь матье или просто стейки лосося. Такое тоже будет. Наша задача, мне кажется, в дальнейшем заключается в том, чтобы максимально прокачиваться в плане вот этих блюд, философии, понимания, позиционирования каждого продукта. И таким образом, я уверен, что мы, как компания, будем становиться сильнее, мудрее, умнее, идейнее и концептуальнее. Поэтому, ребята, большое спасибо за внимание, если вы досмотрели до этого момента. В принципе, я уверен, что, ну, я надеюсь, что вам такой формат понравится, что он вам будет близок просто для восприятия. И я хочу, чтобы вы все понимали, что мы делаем это для вас. Надеюсь, что вам все очень понравилось. Дима. Я имею в виду, что Дима, надеюсь, что тебе тоже все очень понравилось. И Лилу, надеюсь, тоже понравилось. И до новых встреч. Спасибо. До новых встреч. Спасибо.